Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Генри Менейл Рим Английский художник, работавший в направлении живописи символизм и постимпрессионизм Я цитирую Википедию Генри Менейл Рим изучал живопись в Лондонской школе искусств в Академии Жулиана в Париже и в Германии В 1880-е годы Рим посоветовал своего двоюродного брата тоже художника Генри Скотта Така переезжает на юго-запад Англии Пол Перра В 1887 году работа его впервые выставляется в Лондоне Рим был одним из лучших игроков в крикет в Англии поэтому был специально приглашен Юлин как мастер игры После переезда Рим становится тесно связан с живописцами Юлинской школы Во время своего пребывания в Юлине Рим создает многочисленные жанровые полотна и портреты в постимпрессионистском стиле Позднее он пишет картины на легендарные сказочные сюжеты близких к творчеству прерафаэлитов Художник работает преимущественно акварелью, реже масляными красками После ряда успешных выставок он становится членом Королевского института художников-акварелистов К 1900 году художник вступает в брак с Элис Элиот Супруги живут некоторое время в Нью-Лени Затем перебираются в Пензас, где Рим проживает до своей кончины в 1920 году В том же году Рим стал почетным секретарем-хранителем общества художников Ньюлина В должности которого оставался до самой своей смерти 14 ноября 1920 года Между 1887 и 1919 годами художник представил всего 20 своих работ на выставках в Королевской академии Был постоянным участником выставок в Королевском институте акварелистов Кроме литературных персонажей, кисти Рима принадлежат пейзажи и сцены ловли рыбы Как я уже говорил, умер в ноябре 1920 года в возрасте 61 год Ну вот так вкратце, все что написано в Википедии у английским художником Который работал в направлении живописи, символизма и постимпрессионизма Генри Мэнни Рим Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok